В наше непредсказуемое с экономической точки зрения время очень многие люди предпочитают вкладывать деньги в предметы искусства и в антиквариат. А насколько это безопасно? Спросим сегодня у известного петербургского коллекционера, врача Андрея Васильева. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Андрей, скажите, пожалуйста, что у нас на антикварном рынке сейчас происходит? Потому что, ну, если говорить о нем, да, то, наверное, правильнее всего делать это в нашем городе, в Санкт-Петербурге. Происходит, скорее, спад в сегменте таком вот мелком или среднем этого рынка. А то, что касается вещей дорогих, безусловно, подлинных, с историей, то их очень мало. А если говорить о подделках? Подделок очень много. Все больше и больше осуществляются попытки внедрить их в какие-то музейные экспозиции временные. Это, безусловно, повышает капитализацию этого предмета. Убирает такую важную деталь вот в чисто криминальном дискурсе, как умысел. Потому что, если вещь выставлена в музее, скажем, Тейт Модерн в Лондоне или в каком-нибудь еще крупном западном музее, то какой же тут умысел? Значит, все ошибаются. Ну, скажем, если возникает какой-то конфликт, такая же история происходила не так давно в Генте, в Бельгии, где при участии директора музея Катрин Дезегер, наш такой ушлый один товарищ по фамилии Топоровский, соорудил целую выставку. Но сейчас он сидит, слава богу, в бельгийской тюрьме. А что за выставка была? Ну, выставка была русского авангарда, где были все фальшивые вещи. Была выставка в Денвере, штат Колорадо. Полностью вообще все, вся выставка русского авангарда абсолютно фальшивая. Но там тоже такие люди, они, в общем, сначала как-то сомневались, а потом они даже книжечку такую сделали «From Russia with Dapt», то есть с сомнением. Да, довольно интересная, кстати, книга. Невообразимая история с нашими музеями была, когда такой прощелыга Эдик Натанов, который из Ташкента сам, какая-то фантастическая абсолютно по нелепости история. Но какой-то человек заявил, что вот ему досталось от дедушки, который торговал на рынке в Ташкенте, значит, гигантская коллекция русского авангарда. И что он сделал? Он очень хитро поступил. Он привез ее в Россию и стал прокатывать ее по провинциальным музеям. И все эти музеи, значит, на ура принимали, знаете, абсолютно сцены просто из-за ревизора. Они там только что на задних лапках не ходили перед этим, значит, жуликом. Кончилось все тем, что несколько человек все-таки опубликовали возмущенное письмо. И этот Эдик исчез. И потом он воскрес уже в качестве одного из соучредителей, владельцев галереи СНЗ. Шалом Натанов за рук в Визбадене. И начался дикий скандал. В общем, он убежал, его подельников арестовали. Я лично занимался на протяжении, можно сказать, то ли 25 лет, то ли больше, то ли меньше. Это история с картиной художницы Джагуповой Марии Марковны, которую выдавали за знаковую, такую необычайно редкую, позднюю картину Малевича. И не просто выдавали ее, а публиковали в каталоге Резанне. То есть, как правило, такого рода издания не вызывают сомнений. Они, что называется, являются истинной. А почему у вас возникли сомнения в подлинности этой работы, раз вы на протяжении стольких лет... А потому что я ее видел сначала как Джагупову, потом как картину, которую пытались выдавать за Малевича, но без подписи. А потом у нее выросла подпись, и она вся обросла, как, знаете, чемодан, раньше ездили за границу. И там в отелях наклеивали специальные наклейки, свидетельствующие о вашем статусе. А кто ее атрибутировал, в конце концов, как Малевича? Как это возможно? Все ее атрибутировали, все вообще. Все, кто только можно. Она была абсолютно признана. И ее продавали за 22 миллиона евро. А сама, если бы это было просто... А сама она была куплена в магазине на Невском проспекте, в комиссионном магазине, в 77-м году, в марте месяце, за 14 рублей 40 копеек, после двух уценок. И сейчас ее продавали за 22 миллиона... Я нашел, собственно, 100-процентное доказательство. Когда ее продавали в комиссионном магазине, ей был присвоен номер товарного ИРВК 434-208. И он был нанесен на оборотную сторону. И все вот эти эксперты, как российские, так и западные, они не понимали, что это за цифры. Они, значит, их оценивали, эти цифры, как, знаете, как в американском боевике, там, когда разминируют атомное какое-то ядерное устройство, там всегда показывают какой-нибудь советский ГОСТ такой, который убеждает зрителя в том, что... Именно наше. Дело серьезное. Я нашел этот ГОСТ и нашел все списки, где этот ГОСТ фигурирует, потому что это было выморочное имущество. У нее не было родственников. Часть ее наследства поступила в Союз художников. И там все украли. Часть поступила в Пермскую художественную галерею, и все там это есть. И часть в Музей истории Петербурга, тогда Ленинграда, там все они хранятся. А часть отправили на продажу в этот комиссионный магазин. В общем, такая любопытная история. И что сейчас этим Олевичем? Нынешний владелец голландский крупный бизнесмен, страховщик. У него страховая компания крупная. Он его купил за 2 миллиона, 3 миллиона гульденов. Он вас должен не любить? Нет. Потому что вы несете угрозу обесцениванию ее работы. Вернее, уже это сделали. Он джентльмен. Он, знаете, с улыбкой воспринял то, что он потерял эти деньги. Вы ведь в одно время сами стали героем заметок в СМИ, героем многочисленных публикаций. Это касалось дела Баснер, когда вы тоже приобрели картину, атрибутированную Еленой Вениаминовной Баснер, как подлинную работу Бориса Григорьева. Тем не менее, все оказалось несколько иначе. И работа другой, и дело это завершилось ничем. Я не приобретал эту вещь у Елены Вениаминовной Баснера. Я не знал о ее существовании в этой схеме. Если бы я знал, я бы никогда в жизни не купил эту вещь. А кроме того, весь этот скандал возник только по одной простой причине, что эта вещь была сделана с эталона, который находился в запасниках русского музея. Зачем мне было все это нужно, если не учитывать того факта, что это сделано с эталона, находящегося в музее, то есть кто-то мог туда попасть в эту копию. И сделать только люди, причастные к этому музею, вхожие в запасники. И вот, кстати, что сейчас с этой картиной? Она на стене висит, вы ее выбросили, сожгли. Борис Григорьев. Она у меня в таком месте. Горожать? Неудобно сказываю. Нет. То есть туда, куда в советское время инженеры свои дипломы размещали, да? Да. Спасибо вам, Андрей. Не за что. Это был Андрей Васильев, известный петербургский коллекционер и врач.